Звёздный завтрак на Радио Шансон. Сидишь весь такой прям коричневый, вкусный, шоколадный. Да я обгоревший, я весь уже обрезший попать несколько раз. Ну давайте, девочки, доброе утро. Ну рассказывайте, девчонки, как вы всё-таки встретили друг друга? Потому что если бы не эта встреча, мы бы сейчас не слышали песню «Зажигай», которая открыла наш звёздный завтрак. Знаешь, я, наверное, всё-таки так много сейчас уже... Версия от Афины, давай. А потом версия будет от Лены, мы их потом сравним и посмотрим, сколько было совпадений. И если совпадений больше десяти, вы зарабатываете приз. Не дождёшься, потому что вот именно об этой истории пусть расскажет Леночка, потому что я так много здесь вот на этой студии говорила за своё время, за столько лет, шестнадцать, семнадцать, двадцать, сколько мы с вами уже дружим. Всё, сегодня Афина, да, передаёт микрофон Лене. Лена, мы с вами знакомы были только благодаря песне, исполненной вами с Дмитрием Волгиным. Вот, поэтому мы только тогда о вас узнали, поэтому вы можете о себе рассказывать, на самом деле, бесконечно. Вы целый час можете рассказывать, кто вы, откуда вы, как вы пришли в шоу-бизнес, ну и так далее. И как встретили Афину? Это всё-таки первый будет вопрос. Да. Ну-ка, как ты меня встретила? Расскажи. Как я тебя встретила? Ну, на самом деле, всё случилось в этом году. Этот год был для меня вообще, на самом деле, очень творческим и удачным. Вообще исполнилась моя самая давняя мечта детства. Я запела. Да. В общем, так оно и было, потому что я пела с детства, лет с трёх. Пятнадцать лет я пела в хоре радиотелевидения. И потом хотела связать свою жизнь с музыкой, пошла поступать в музыкальное училище и сбежала с экзаменов. Вот я испугалась, что все вокруг такие замечательные, так хорошо играют. А куда убежала? В какое-то другое училище? Да. Я убежала, в общем-то, в политехнический университет. Занялась стройкой, потом бизнесом, потом экономикой. И музыка закрыла двери в мою жизнь надолго. И вот только в прошлом году, совершенно случайно, встретив замечательных людей, а именно певца Петра Захарова и замечательного продюсера Антона Гусева, и они меня уговорили вернуться в музыку. И получился у нас такой замечательный дуэт, называется «Любимое кафе». Это ты поешь с Петром. Это я пою с Петром, то есть мы договорились, что мы поем вместе, и песня-то получилась не случайно. Но Петр тоже такой человек, достаточно известный победитель шоу «Голоса». Я за ним следила. В Питере звезда. В Питере звезда, петербургский баритон, такой красавец, интеллигент. Очень интеллигентно, вот и правильно заметила. Следили за ним во время шоу «Голоса». Он был в команде «Меладзе» и победил. А, так это вы отправляли смс-ки-то? Конечно! Я думаю, ну кто же за него отправил 16 миллионов смс из одного Питера? Это были вы, так. Вот, и когда, естественно, случайная встреча произошла, я его вспомнила, и мы говорим, конечно, надо пробовать, 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 и начинать музыкальную карьеру. И вот наша музыкальная история случилась, песня вышла, мы отпремьерили ее в шикарном нашем зале «БКЗ». Давай про меня уже. И там на репетиции пришла Афина. Так, Афина, а на какую репетицию ты пришла? Был «БКЗ Октябрьский», был концерт, и там выступала как раз Лена с Петей. И вы представляете, что… Да, у нас… Да нет, я просто не вылезала из одного кафе. За рестораном в Петрополье. Да, и знаешь, у нас есть бренд, бренд еще, наверное, со времен Петра Первого. Я сейчас буду запикивать, смотри, аккуратно, внимательно. Да, короче, представь себе, я ее любила, потому что у нее вкусные пирожные. Потому что она любит сладкое. Потому что я люблю сладкое. И потом мы встретились с ней. Мы общались. Мы общались, да, мы соберались. Дружили даже, можно сказать. Девочки, вот сейчас я предлагаю прям буквально на этом моменте прерваться, и вы продолжите. Вот мы узнали, как вы познакомились. Да. А вот как дальше родился творческий ваш дюэк, вы расскажете после коротенькой паузы. Звездный завтрак на Радио Шансон. Да, это Звездный завтрак. Здесь Артем Демин, здесь Афина очаровательная и Елена Шевченко. Здесь Дюша Метелкин и… Ты прям… Ты по-молодежному продвинутая какая, а? Все-то ты знаешь. И Дюша Метелкин. Я отдыхала сейчас с молодежью, поэтому меня прет. Так, мы сейчас будем рассказывать про то, как ты отдыхала, или все-таки про то, как вы записали песню? Про то, как мы записали песню. Давайте, про то, как вы… А потом про отдых. Лена, в общем, на. Познакомились. Выяснили, что, знаете, вы с Афиной уже, оказывается, тоже друг друга. Да, и вот как родилась идея записать песню именно с ней. Но мы долго думали, что же мы про что будем писать. И тут я вспомнила, как в один из прекрасных тихих вечеров Афина рассказала мне историю своей жизни. О том, как она вообще начала песенную карьеру. Она начала с того момента, как ее похитили цыгане, да, и научили петь. Примерно так и случилось. Ай, не, 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 не. Ай, не, не. Дал ей руку помощи в сложный период ее жизни. И вывел ее на сцену просто ресторана пока, да, для начала. И вот мы подумали, что в нашей жизни случайности не случайны. И люди в нашу жизнь приходят для того, чтобы поменять судьбу. И мы с ней подумали, а давай мы об этом и споем. Что если в какой-то момент человек помог тебе выйти на сцену, то наша встреча наверняка тоже для чего-то предназначена. Кто написал вам песню? Я говорю, Лен, давай позвоним. Вот я знаю четко одного автора, который очень хорошо понимает женскую судьбу. Много песен она мне написала. Вы ему накинули историю, идею, он ее зарифмовал. Вы ей рассказали историю клипа, потому что у нас родилась история клипа сначала. То есть вот как наша история в песне будет развиваться. Она помогла выйти на сцену мне, я помогла выйти потом на сцену ей. Отлично. И вот когда она позвонила Миле, я говорю, Лен, ты вот сама знаешь, что сказать. Позвони Миле Руденской. Это мой автор, который написал у меня огромное количество. Много песен, кстати, звучат у вас на радио здесь. И Мила за три дня, да, Леночка? Да, да, да. Она за три дня написала нам, а потом еще через две недели была уже готова песня. А потом через месяц у нас уже были первые съемки клипа. И вот все. И вот родилась Руденская. Песня, которая родилась сначала в моей голове, и очень хотелось рассказать ее людям. Мы ее записали, сняли. Да. И уже с концертами... Люди очень любят. Ты знаешь, самое главное. Я знаю. Что настолько она полюбившаяся, что когда меня, например, приглашают там на свадьбу, там на корпоратив, они говорят, Афиночка, а можно, чтобы вот в репертуаре была... Ну, я иногда так без Леночки иногда бывает, и Леночка без меня иногда... У вас вот, вот это... У нас нет такого. Я хотел заострить на этом внимание. То есть у вас, наверное, есть версии, где поешь только ты эту песню? Нет, нет, нет. Официально нету. А, вот так нет. Официально нету, у нас есть просто минусовка. И когда мы где-то там, Леночка, в своей компании, я в своей компании, это не возбременяется, потому что у нас очень хорошие, теплые, настоящие дружеские отношения. Ясно. И вот когда я еду на то или иное мероприятие, заказчики прямо спрашивают... А не просит взять с собой Леночку? Я говорю. Именно для этой песни? Ну, вот пока. Или это для них будет слишком дорогое? Это у нас еще все впереди, правда, Леночка? Ну, у нас уже был такой опыт шикарный. У нас уже был, у нас мы даже выступали. И на следующем сольнике я вот тебя, конечно, смотрю. Вы представляете, мы еще только выставили афишу, что у нас будет сольный концерт «Танго» втроем. Как нашему продюсеру уже поступило предложение отпеть вот эту программу на корпоративе железнодорожников. Слушай, но Питер вообще живет своей жизнью. У вас там что-то происходит. Все бурлит, все кипит. До нас, до Москвы эти новости не доходят. Концерты у нас, наоборот, все горит. У нас, наоборот, просят, пожалуйста, спойте. Хорошо. Мы обязательно продолжим беседу и продолжим песни. Буквально через несколько минут. Сейчас я выполню коммерческий долг. Это обязательно. Вернемся к нашей замечательной беседе. Напомню, у нас сегодня в гостях Афина и Елена Шевченко. Звездный завтрак на радио Шансон. Афина и Елена Шевченко у нас сегодня в гостях в звездном завтраке. О чем мы говорили до рекламы? Мы говорили, что ты прекрасно выглядишь, что я тебя очень люблю. А, ну это да. Что ты такой загорел. Это ты во время рекламы говорила. А до рекламы? Ну так вот, нет, да, до рекламы. Лена, о чем мы говорили? А, мы сказали уже все, что мы написали песню, записали, сняли клип. Все у нас замечательно. И впереди у нас много еще. И то, что на корпоративах меня всегда просят эту песню спеть. И здесь на горизонте вновь появляется персонаж под названием Петр Захаров. Как он оказался в вашем, вот теперь уже треугольнике. Вот теперь я скажу. Смотри, получается так. Мне написал Михаил Сафарбекович песню «Зикое танго». Мы это помним, конечно. Леночка очень влюбилась в эту песню. И когда, и она просто взяла, да. Ну, у нас у меня было два дуэса. Дуэс с Петром и дуэс с Афиной. Ленка, у нас делись, я никак не хотела. Я хотела, чтобы они все были вместе со мной. Она у нас самый главный идейщик всех идей. Концертов, названий, песен, нарядов. Все, что вот придумано, это все придумает. Креатив это она. Лен. И она говорит, а что бы не сделать нам танго втроем. Иногда нам пишут сообщения, их там, мол, типа, ну в танго не бывает третьего, а третьего лишнего. А я всегда говорю, ребят, у нас нет лишнего. У нас запасной. Мы все, да, у нас... Мы Петю разрываем, она всегда, я всегда. У нас один мужчина и две шикарные женщины. Лен, а у тебя вообще большая программа, сольная, скажем так. Я сейчас над этим активно работаю. Или ты можешь похвастаться только тремя песнями? Нет, 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 у меня уже почти целый альбом. И мы потихонечку выкладываем новые песни, представляем их. И вот уже совсем скоро, к 23 февраля, я планирую выпустить еще одну песню. Называется «Ты мое золото». И посвящена она моему мужу. Потому что, ну, я шалю иногда, как артистка. Вы же понимаете, танго втроем. А муж терпит. Муж терпит. Он у меня золотой. И поэтому я ему посвятила шикарную песню. А муж, случайно, не поет? А то сейчас выяснится, что у вас там все талантливые в семье. Нет, муж точно не поет. Он, как он говорит, осуществляет общее руководство. Поэтому он говорит, если я не могу противостоять твоей творческой карьере, то я ее возглавлю. Муж не ревнивый, кстати? Ревнивый, конечно. Он уже увидел, поговорил с Петром Захаровым, сделал ему тонкий намек на толстые обстоятельства. Или этого не было? Ну, у меня же не только с Петром дуэт. Ему совсем придется говорить и с Дмитрием Волгиным, который, надеюсь, тоже будет у нас сегодня в эфире. Вот, поэтому для мужа песня, и я надеюсь, что к 23 февраля вы ее тоже услышите на радио, и все мужья будут заказывать ее теперь. Ох ты ж, боже, какая интригующая вещь, я даже и не знала. Вот, как полезно рано просыпаться и приходить на радио шансон. Самый главный посыл, тебя не променяю. Друзья, мы очень скоро свяжемся с Дмитрием Волгиным, потому что он тоже сгорает от нетерпения, очень хочет пообщаться с нашими сегодняшними гостями. Нет, сейчас будет твоя песня. Да, называется она «Новая страница». Спасибо, опять же, Миле Руденской. Спасибо, Миле, песня шикарная. Все, слушаем, кайфуем. Это «Звездный завтрак» на радио шансон. Здесь Афина и Елена Шевченко. Если есть у вас вопросы нашим сегодняшним гостям, не стесняйтесь, работает WhatsApp, Viber и SMS. Я вам поставила телефон. 909-955-103-0. «Звездный завтрак» на радио шансон. Так, девочки, одеваемся. Надеваем наушники. А что мы делаем наушники? Что люди подумают? А что тут сейчас происходило? А что тут сейчас происходило? Рассказывай. Мы танцевали. Сиртаки. Мы под эту песню танцевали сиртаки и говорили о наших планах дальнейших. Кстати, давай о планах. Значит, я смотрю, у меня вот тут... Тихо, тихо, не надо повторять. Афиша. Афиша Афины. С 5 по 9. Ты будешь за пределами РФ. Короче, русскоязычное население пригласило меня в Турцию, в Стамбул. Там всего будет два концерта, но я буду отдыхать там почти 5 или 6 дней. И это просто вот именно русская диаспора. Потом у меня будет... 17-е число. 17-е это город Реутов. Сразу прям со Стамбула в Реутов. Да, в Реутов. Из одного города-миллионника в город-миллиардник Реутов. Нет, давай начнем с 31 января, потому что это очень важный день в нашей жизни. Так, это триутов ваша. Коллектива. 31-е. Танго втроем. Мероприятие начинается в 19.00. Где? Колизей-арена. Колизей-арена. Это прекрасный зал, комфортный, красивый. Двухчасовая программа. Да, будет очень красиво, очень. Кто сколько песен поет, вы уже разделили там? Да, у нас, по-моему, 24 песни всего. Короче, у нас на всех поровну все хорошо. Вот, поэтому я могу сказать, что мало того, у нас балет, у нас будет светоэффект. Подождите, о балете поподробнее, что за балет? У нас будет балет. Вы знаете, мы хотим оставить маленькую интригу, потому что это такой замечательный творческий коллектив. И мы хотим оставить некую тайну, чтобы люди пришли и увидели. Потому что это будет не просто балет, который будет махать ногами, руками. Это будут сумасшедшие костюмы. Ну, мне нравится балет, который даже просто махает руками, ногами. Ну, если, особенно если это девочки, да? Хотя он чаще машет, конечно, ну ладно. Ну, машет, да, господи. Слушай, мне как гречанки, простите. Тебе можно, да. Дальше. 17-го Реута, потом у меня 20... Ой, слушай, самое главное, я безумно полюбила Свердловскую область. Ух ты. Да, Свердловская область, город Серов. И вот конкретно, конкретно 23-го февраля при поддержке Кости Дзю... Знаю, боксера такого, конечно. Да, да, хороший парень, мой друг. И при поддержке директора потрясающего караоке в этом городе Серово, не буду назвать, потому что, вы же понимаете, я рекламу буду тогда делать. У меня 23-го числа в Серово будет потрясающий мой сольный концерт, который я буду посвящать защитникам Отечества. Вот. И потом уже далее у меня там Татарстан, много городов. Я сейчас перечислять не буду, чтобы не тратить время на это все. Но работаю, работаю над тем, чтобы это было много. Завод много куда. Но самое главное, самое главное, что мы хотим, это чтобы вот это наше танго втроем, оно не было одноразовой акцией. Есть уже некоторые предложения, безусловно. То есть будете катать по городам? Это программа, я бы даже не сказала, что это концерт. Это скорее мюзикл, потому что мы рассказываем целую историю. Лена, ну смотри, ты уедешь на месте с какой-то гастрольный тур, но бизнес-то тогда пострадает. Как выходить из ситуации? Ну, у нас правильная история с делегированием. На каждом своем месте находятся правильные места. Так что люди, правильные люди. То есть можно кому-то доверить? Можно доверить. Я подготовилась. Потому что ты связалась с Афиной, А это значит, что у тебя тоже скоро будет и Стамбул, и Реутов, и город Серов. Да, мы скоро вообще с ней вместе сделаем на двоих школьный концерт. Девочки, сейчас вновь мы должны с вами прерваться. Послушаем. Как же коротко было наше свидание с тобой. Прерваться, а не закончить. Сейчас послушаем песню «Салют, любовь». Это дуэтная работа Лены и Дмитрия Волгина. Группа «Хорошая песня». Давайте послушаем. А потом мы позвоним самому Дмитрию. Да ладно, самому. Да, да. Звездный завтрак на Радио Шансон. Фина, Елена Шевченко, Артем Дземин. Есть. Это есть звездный завтрак. Друзья, мы только что послушали и посмотрели, кстати. Мы посмотрели клип на песню «Салют, любовь», где в клипе даже снялись дети. Да, да, дети. Елена Шевченко. Вообще, кто не видел, зайдите, пожалуйста, на YouTube, посмотрите. Очень трогательная, милая история, вообще, которая рассказывает про саму песню. И как, опять же, появился клип, это была моя идея. Я сидела, вдруг, оба, надо рассказать про то, как люди встретились много лет назад, как они вспомнили свою детскую любовь. И я подумала, кто же будет сниматься в роли меня молодой. Ну, конечно. И уговорила свою дочку. Причем, правда, она вообще не хотела. Это был настоящий поцелуй. И пригласила свою дочку, она была с мужем. Вот они прям не то, что сыграли, они отработали по-честному. Скажи, пожалуйста, Елена, а вот кто пел, какой-то мужчина пел еще? Сейчас с тобой песню «Салют любовь». Что это за мужчина? Да, был такой мужчина. Не расскажешь нам о нем? Замечательная шансония Дмитрий Волгин. Которого мы приветствуем в нашем эфире Дима! Привет, Димочка! Дима, привет! Привет, чистой народ! Ну, рассказывай, Дим, ты очень хотел оказаться в нашем эфире и обратиться к девчонкам, что-то им сказать, наверное, теплое, нежное, ласковое. Давай. И мне тоже? Девчонкамма. Ой, привет! Девчонкамма. Передаю огромный, солнечный, теплый привет городу Сочи. Вау! Мы сейчас позавидовали. Да что завидовать, мы с тобой загорелы уже отдохнули. Так что все хорошо. Ну, а что я хотел сказать? Ну, во-первых, спасибо, да, Елене, Антону Гусеву, что пригласили назад в песне. Мы снимали крит, Дима, спасибо, что приехал. Во-первых, извините меня, давайте говорить о том, что ваша песня, сколько уже в неделю? 19 недель Африки, параде «Шансон года». Голосуйте номер 21. Замечательный крит получил, замечательная песня. Все было здорово. Кому-то нравятся сладости, я так понял, Афина любит сладости. Ой, очень. Да мы все здесь улыбаемся, потому что... Так, так, все, до свидания, Дима, наша встреча была. Ты напоминаешь. Дима, скажи, ну ты горишь с желанием продолжить творческий союз, дуэт с Леной и записать еще что-нибудь? Ну, почему нет? Вот, когда у тебя появится хорошая песня, позвони нам еще раз, ладно? Дима, мы тебя ждем. 31 числа мы уже расскажем всем зрителям, что Дима приедет. Из Рязани к нам в Санкт-Петербург и будет выступать вместе с нами. Вот это один из роялей в кустах, да, о которых вы не рассказывали. Дима, ну тогда тебе хорошей дороги до Питера и ждем тебя на концерте. Отдыхай, ждем тебя 31 числа. Очень хорошо, вовремя. И не забудем сказать про твоего коллегу, про Васина, про наш замечательный аккордеон, который он тоже будет у нас на сцене, на концерте. Будет очень красиво. Хорошая песня. Спасибо, Димочка, хорошего тебе отдыха в Сочи. И новых знакомств, конечно, Софина поднакомлюсь с удовольствием. Спасибо. Я взаимно-взаимно. Так что увидимся. Спасибо. Кстати, я хочу рассказать одну маленькую тайну. Рассказывай маленькую тайну. На радио шансон очень мало, практически нет моих медленных песен. И с чем это связано, как ты думаешь? Это связано с тем, что я долго, наверное, не присылала и не писала таких вот прям сильных, да, таких песен. И совсем скоро появится моя новая песня. Да простит меня начальник, что я открываю эту маленькую тайну, но мне не терпится, потому что песен очень много записано на самом деле. По срокам сориентируй, когда это может произойти. Да, ну где-то недели, через полторы, наверное. Плюс еще буквально вчера позвонил мне Март Бабаян, мой друг, и сказал... Наш друг, давай уж честно. Наш друг, я его очень люблю, он очень хороший. У меня несколько друзей. Это Димочка Прянов, Сереженька Войтенко, Март Бабаян, Саша Ламинский. Вот это вот парни, которые близки мне по духу. А еще у меня есть питерский мой друг, из мужчин у меня всего пять, и еще мой питерский друг Саша Аракелов, которого я тоже безмерно люблю. Так вот, Март Бабаян вчера мне подарил песню, и он будет продюсировать эту песню, поэтому скоро вы услышите нашу новую песню с Мартом Бабаяном. Это вообще прям, я прям горючила. Это будет бомбически, да? Да, да. Ну давай, наверное, все-таки посмотрим, какие вопросы нам пишут наши радиослушатели. Да, уже давно пора. Доброе утро, радиошансон. Вопрос у меня о кофейне. Когда будет концерт в Екатеринбурге? Потому что Ирине из Екатеринбурга до города Серова пишет далековато. Родная моя, вот вы знаете, когда вы каждый раз говорите, когда вы приедете сюда, когда вы приедете туда, у меня есть такие афиняне, которые просто приходят, например, там в ДК или в какой-то хороший ресторан. И начинают раскачивать ДК. Да, и говорят, ну пригласите, пожалуйста. Ребяточки, ну сделайте что-нибудь, помогите, потому что вот я лично без директора, я сама все это делаю. Но в Серов приехать не так далеко от Екатеринбурга, поэтому 23 февраля я вас жду в караоке-клуб Ревьера в городе Серове. 23 февраля. Это будет бомбический концерт, я вас уверяю. А так, конечно, приглашайте. Я приеду куда угодно, хоть на Колыму. Сергей Лапин интересуется у девочек. Хочу сказать огромный привет, значит, Афине передать огромный привет. Вот, скажите, уважаемые гости, что такое для вас счастье? С уважением, Сергей Лапин. Итак, Афина расскажет, что такое для нее счастье, а потом Елена. Для меня счастье, когда живы мои родные и близкие, когда жива моя мамочка. Для меня счастье, когда моя внучка меня радует. Мне кажется, в приоритете семья и здоровье родных людей. Вот, я не знаю, остальное все прилагающее. Но для меня семья, это важнее всего. Ну и счастье, когда есть, конечно, востребованность как артиста. Это тоже очень важно. Когда приходят на твои концерты, когда залы битком. Когда приходят на мои концерты, залы битком. Да даже если они не битком, я рада всем. Я никогда не отменяю концерты, даже если это ползала. Честно, никогда. Все, Леночка говорит. Лена. Ну, конечно, я присоединяюсь к всему тому, что сказала Афинушка. Это правда, счастье, это любимые люди рядом. Еще хотела сказать, что надо получать удовольствие от жизни здесь и сейчас в каждый момент. И в каждый ее момент есть те самые положительные моменты, на которых нужно сконцентрироваться и радоваться именно этому. Вот здесь я сейчас в студии Радио Шансон, и я уже счастлива. Прекрасно. Дальше. Что ты там показываешь? Ну, пока вот, да, вот я вижу, мне же прислали, мне же присылают наши продюсеры вопросы, Марины Гладышевны. Да. А мне пока вот прислал только два, видимо, остальные еще в работе там, да? А, вот третий. За ваши пожелания, за ваше мнение относительно слова счастья, Марине захотелось поднять бокал. Это я сейчас... Да вы же мои золотые, господи, Мариночка. А мы поднимаем бокал за нашего продюсера сегодняшней программы. Да, кстати, обязательно. Мариночка, спасибо большое. Без него ничего не произошло. И за нашего продюсера Антона Кусева. Нет, а давайте еще за... Ане передадим привет еще. Анечке Кавериной привет. Скорейшего выздоровления. Да, ну а Демин это все. Это моя любовь, наверное, уже 20 лет, наверное, да? Сейчас скажу. С 2000 года. Боже, да, с 2000 года мы с тобой дружим, и это просто фантастика какая-то. И почему эта дружба не переросла во что-то больше? А, ну это мы об этом не будем рассказывать. Это уже, знаешь, давай потом поговорим, да, вне эфира. Но я тебя по-прежнему люблю, мой мальчик. Друзья, мы вынуждены уже начинать прощаться с нашими замечательными девушками. Так быстро. Так быстро. Всегда все хорошее. Давайте еще на часик остаемся. Давайте еще часик. Продлять будете, девочки? Да, да, да. Давайте скидываемся. Далеко, господи, я тебя умоляю. Сегодня можно купить все, кроме счастья и здоровья. Своим преданным фанатам что-то скажете? Два слова буквально, потому что времени действительно нет. Я люблю вас, мои афиняне. Вы лучшие. Вы лучшие на всей планете. А сейчас я попрошу вас, пожалуйста, все вместе возьмите нашу афишу на 31 января. Выставите, покажите всем. И приходите с семьями, с родными, близкими. Сейчас будет очень большая скидка на эти билеты. Ну и еще, конечно, будьте рядом со мной. Спасибо, что вы есть в моей жизни. Люблю вас. Лена, два слова нашим радиослушателям. Друзья, ну я человек, так сказать, новый, наверное, в шоу-бизнесе. Но я очень хочу, чтобы мои песни стучались до сердца каждого из вас. Хочется рассказывать истории, хочется вас удивлять, хочется вас радовать. Ну а здесь студии. Я всем хочу пожелать хорошего настроения. Все-таки позавтракать с прекрасным печеньем, которое я привезла прямо из Санкт-Петербурга с любовью. Это наши петербургские сладости. Ты приложила руку к этим печеньям? Конечно. Там же фотография. Короче, наши дорогие радиослушатели. Пусть всем будет сладко. Пусть жизнь будет сладкой. Настоящие радиослушатели Шансон. Потому что это лучшее радио на всей планете. Мы желаем вам всей сладкой-сладкой жизни. Спасибо. Спасибо вам, что вы нас пригласили. Мы вас очень любим. Спасибо огромное, друзья. Это были Афина и Елена Шевченко. Я, Артем Демин и Марина Гладышева. Мы прощаемся с вами до завтра. Появимся в эфире непременно. Всем удачи и целуем. Пока. Не падай, Афина. Не падай, пожалуйста. Звездный завтрак на радио Шансон.